Здравствуйте, уважаемые зрители! Я напоминаю, что в этом году в Ульямской области объявлен год книги. А вместе с ним стартовал и проект «Книгомания». И вот в рамках этого проекта к нам приехал писатель, сценарист, драматург Алексей Иванович Слоповский. Здравствуйте, Алексей Иванович! Алексей Иванович, меня вот удивляет, как вы успеваете все? Вы и писатель, драматург, сценарист. Писательское дело – это, в общем-то, мономания такая. Это такое легкое сумасшествие, когда ты просто действительно не можешь не писать. И бывает вот игромания, когда люди там проводят за компьютером по 12 часов. А это, ну вот, или даже можно так сказать, графомания, да. И этого слова не постесняюсь. То есть, страсть к писанию. Разница в том, что у одного графомана ничего не получается и получается плохо, а у другого почему-то получается. Федор Михайлович Достоевский был, как известно, графоман, заядлый. Потому что, ну, у него эта жизнь его была. Вот и у меня, у меня эта жизнь. И на самом деле я много чего успеваю, потому что работаю я с утра, и вторая половина у меня, что называется, свободна для жизни. И я живу, семья, ну, как у всех, что называется, семья, дети и так далее. То есть, у вас как бы рабочий день, да? То есть, утром, днем вы работаете, а вечером вы делаете. Да, я вот гений по ночам работаю в большинстве своем, а у меня как-то до скукоты однообразно. Я, знаете, очень люблю такой литературный анекдот, ну, не анекдот, а как бы история, апокриф. Встречаются два писателя, два поэта. И один другого спрашивают, ну, как пишется? Ну, знаешь, вот по-разному, то муза прилетит, то муза не прилетит, то есть вдохновение, то нет вдохновения. Ну, в общем, вот так. А ты как? Ну, а я как? Ну, в шесть часов просыпаюсь, кофе пью, душ, там, зарядочка, сажусь за стол в семь. А муза? Ну, она же знает, что я семь часов уже за столом. Это такая упорядоченность творчества, я бы сказал. Понимаете, вот. Всегда есть какие-то замыслы. Ой, ощущение, что с годами этих замыслов становится все больше, 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 потому что накапливается опыт. Опыт жизненный, опыт творческий. И все время кажется, что главная книга впереди. Вот, и вот эта вот мания, и не побоюсь этого слова, страсть, вот она и приводит к тому, что написано довольно много и в разных областях. Почему и пьесы, и проза, и сценарии? Ну, так получилось, потому что начинал я с пьес. Были диалоги, которые звучали у меня в голове, и были ремарки. Потом ремарки стали все длиннее, длиннее, длиннее. И однажды я понял, что ремарка целую страницу, и я пишу не пьесу, а повесть. И как-то вот, совершенно естественно, я не знаю почему, но получилась проза. А потом, довольно поздно, вот, я захотел прийти в кино. Но кино тогда почти не было, это был конец 90-х, и поэтому вышли сериалы. А когда была первая проба пера? Это школьный возраст или студенчество уже? А может, вообще вы еще в школу даже не ходили? Я всегда что-то сочинял. У меня по литературе, по сочинениям, оценка была всегда 5-2. Там двойная оценка за содержание и за грамотность. Почему? Потому что при сочинении о Маяковском, как сейчас помню, я писал лесенкой под Маяковского. Вот, и какие там запятые. Кстати говоря, Владимир Владимирович тоже не знал запятых. Вот. Стисток. Ему не мешало это быть гением. Не знаю, чему это... Ну, а мне мешала грамотность, в конце концов. Вот. Я все время что-то сочинял. И в университете, когда учился, что-то сочинял. И когда работал учителем, и когда работал грузчиком, и когда работал на саратовском телевидении и радио, все время я что-то писал. Ну, я писал и писал для себя, что называется. А потом так получилось, что моя первая пьеса попала к Виктору Сергеевичу Розову. Это какой год был? Это был 86-й, кажется, год. То есть мне было уже под 30. Она попала в Розову. Тот передал одному из режиссеров. В том числе она попала в Ярославль. В Ярославле в 87-м, кажется, году состоялась премьера моей первой пьесы, которая называлась «Шнурок» или «Любил, люблю, буду любить». Это двойное название. О, Господи. Да, да еще и под заголовок. История первой любви. То есть, да, любовь, любовь, любовь. Сто пудов любви, как говорил Антон Паркевич. – Ну, вот вы уже упомянули, после окончания института тогда, да? – Университета, да. – А, университета, да? – Да. – Да, Саратовского университета. Вы сначала учителем работали, но там недолго получается, да? – Три года. – Да. А потом вдруг грузчиком стали. – Я почувствовал, что у меня что-то получается, что мне нужно время. А сочетать учительскую работу с каким-либо творчеством, ну, это умели редкие люди, вроде Макаренко. У меня это не получалось. Школа съедает человека всего. И я подумал, что это будет нечестно. Я уже уделяю все меньше времени своим ученикам. Поэтому я стал искать такую работу, чтобы, допустим, смену 12 часов отпахать, а потом день свободен. Я нашел такую работу грузчиком на прежнодорожном саратовском почтамте. То есть посылки в вагон, потом отоспался, а потом сидишь и что-то маракуешь. Вот так. – Ну, а потом стали корреспондентом. – Потом стал корреспондентом, да. Ну, опять же, всегда это уже сочеталось. То есть я и двойная всегда работа такая. То есть и пишешь, передачи делаешь. Ну, выход один – сделать передачу как можно быстрее, желательно качественно, потому что ее просто не заверят, в эфир не пустят. Вы знаете, как это бывает. Вот, скажешь, чего это такое. Проходной материал не годится. Ну, и опять, а вторую половину дня, к примеру, сидеть и что-то такое сочинять. – А потом вас пригласили в журнал «Волга», да? Как все это произошло? – Да, я сначала стал автором журнала «Волга», а потом замечательный Сергей Григорьевич Боровиков, главный редактор, дай бог ему здоровья, пригласил меня редактором, зная, что у меня образование подходит, что вроде я в словах кое-что понимаю. И я был редактором отдела прозы несколько лет. – Ну, и заодно писали, наверное. – Как всегда. Если я видел, что не хватает прозы, которая устраивала меня и журнал, приходилось писать самому и заполнять страницу журнала. Конечно, я шучу. Но да, я там написал сначала первую свою повесть «Искренний художник», а потом свой первый роман, который называется «Я не я». И у него счастливая судьба. Он переведен на немецкий, на французский, еще на какие-то языки. И он экранизирован. Есть четырехсерийный телефильм, по моему сценарию написанный. И я зрителям, которые нас смотрят, я этот фильм рекомендую. На мой взгляд, это самое удачное. И моя работа, и работа режиссеров, и актеров. Последняя роль Владислава Галкина, великолепная роль Гуськова, других прекрасных актеров. Вот «Я не я», четырехсерийный фильм, он есть в сети. А он когда вышел тоже? Ой, году в 2006, то ли где-то в 2008, я уже не помню. Но меня радует, мне приятно, что посетители известного сайта «Кинопоиск» выставили ему такую хорошую оценочку, там к «Восьмерке» приближается, что весьма неплохо. А там люди компетентные. То есть, да, у нас совпадает. Мне тоже самому нравится этот фильм «Забегая вперед». Далеко не все, что снято по моим сценариям, мне нравится. Ну, первая книга, наверное, вышла в 90-х годах, да? Это был 93-й, 94-й год. И потом уже вот стали выходить произведения, они были на разной тематике у них, да, и фантастические в том числе. Всякие. И элемент фантастики у меня существовал в 90-е годы практически всегда. Вот. И роман «Первое и второе пришествия», который тоже переведен на несколько языков, и сейчас вот во Франции, в апреле выйдет новое издание, перевод на французский язык. Один из любимых моих романов – это «Чистая фантастика». Но вы считаете себя фантастикой? Нет, конечно. Это социальная фантастика. Это фантастика, как у Гоголя. Но пошел гулять. А в «Первое и второе пришествие» сумасшедший совершенно человек объявил, что его сосед – новоявленный Иисус Христос. Ну, должно быть «Первое и второе пришествие». Он пришел и сказал, вот по моим подсчетам, твоя мама родила вообще неизвестно от кого. Может быть, она даже была действенница. Ну, в общем, это вот так. Ну, это как это все рождается, мне интересно. Вот. Случайно или что-то вас подтолкнет на это? Не знаю. Вот как раз в «Первое и второе пришествие» как появлялось произведение само? Я не помню. Это неизвестно, откуда сваливается. Понимаете? Я сам иногда удивляюсь, как это бывает. Два дня назад я встал утром, и я увидел, как будто я видел сон, только я его не зафиксировал. А вот серьезно, я открыв глаза, я увидел перед собой обложку будущей книги. Я увидел название. Я вообще увидел, как она оформлена. И я понял, о чем она. Ну, вот я сейчас пробую написать эту книжку. Вот, то есть, это неизвестно, откуда бывает. Ну, накапливаются, видимо, какие-то впечатления, какой-то опыт. И накапливается желание сказать о том, о чем ты еще не сказал. Еще один маленький мир. Ну, родить, можно сказать. Потому что, ну, каждая книга – это небольшой мир. И ты, ну, вот, прям, можно сказать, демиорг этого мира. Ну, вот, одна из новых ваших книг «Неизвестность» носит название еще «Роман века». Это исторический роман. Охватывает историю за сто лет, историю России. Но, опять же, вы отталкиваетесь от истории каких-то людей, да? С 1917 по 2017 год. Вот, ну, а вот этот роман – это есть какая-то автобиографичность в этом романе? Или это чужие истории совершенно? Вот сейчас скажу. На самом деле, это да. Роман века – это потому, что роман «Ста лет». И действительно начинается в 1917-м. Это я не про своих родичей, не про своих предков писал, но про, скажем так, близких им людей. Мои предки из деревни. У меня действия разворачиваются на территории Заволжья, Саратовского. Там, где была республика немцев по Волжье. Это те самые места, где родился я сам. Естественно, тогда, когда уже давным-давно не было немцев. Их в 1941 году, в начале войны, выселили, как мы знаем. Практически всех. Ну, кое-кто остался. И до сих пор. Есть там, допустим, какой-нибудь механизатор Шекельгрубер. Ну, фамилия такая. Или какой-нибудь там Мюллер. Вот. То есть, это мои места. Это люди, которые, если не мои предки, то могли быть моими предками. И поэтому там есть вот это эхо биографии моих предков и отчасти моей биографии. То есть, этот роман наполовину автобиографический и семейный, как семейная сага в каком-то смысле. Но наполовину все-таки это то, что я туда добавил, придумал. И причем там несколько частей от лица персонажей по мере того, как двигалось время. И все они от первого лица. То есть, я вот влезал, если можно так сказать, в шкуру каждого персонажа и пытался прожить эту жизнь. Это было очень своеобразное состояние, потому что я так как-то вникал в то время. Естественно, много там документов я изучал. В архивы, да? Это само собой. Да, о том, как жили немцы по Волжье. Чтобы не наврать, чтобы не ошибиться. Это была такая очень интересная работа. Вас что-то удивило вообще? Вы же историю изучали. Какие-то моменты вы, может, не знали? Вот какие примеры? Я бы не сказал, что там что-то было такое, что меня очень сильно поразило. Потому что я и до этого кое-что знал. А потом, если говорить о временах, там, репрессии и всего прочего, понимаете, террор, где бы он ни был, он однообразен. У него ведь не очень много приемов. Ну, чем можно удивить? Что кого-то там пытали, кого-то несправедливо осудили. Все это я знал, только конкретика деталей. Нет, меня интересовало на самом деле другое. О чем вообще эта книга для меня? Надеюсь, что и читатели увидели. О том, что жизнь наша движется вперед не благодаря товарищу Ленину, Сталину, Хрущеву, Брежневу, далее и везде, как говорят в московских электричках. Да нет, а благодаря особенным людям, которые, несмотря ни на что, они хотят жить, работать, создавать семью, творить. Понимаете, как-то у меня был спор с одним из таких квазипатриотов упертых. Он говорил, ну вот, такие люди, как, допустим, Королев, работал в Шарашке, но, тем не менее, не забывал о родине и прочем, прочем. Я говорю, пойми, слава тебе Господу, что в каждом человеке есть жажда творчества, жажда созидания. Его хоть в яму посади, а он будет творить. Вот эти люди, не потому что они полюбили этот строй и начали на него работать, они хотели создать что-то новое. Я очень уважаю, я люблю в людях вот эту вот тягу сделать то, чего еще не было. Вот благодаря этой тяге к новому, к созиданию, как в песне «Нас бьют, мы летаем». Вот я об этом, я о таких людях написал, которые, ну, вот благодаря им все и происходит, на самом деле. Когда я в Москве слышу такую фразу уже банальную, вот при Собянине Москва похорошела. Ребят, да боже мой, она при вас похорошела. Это вы клали эту плитку, да, это вы там чистите снег, тротуары, это вы строите дома. Ну, при чем тут Собянин вообще? Да, ну, вас. Все мы сводим как-то к лидерам. Люди, люди все делают, но плохие вещи тоже делают люди. А почему назвали «неизвестность»? А потому что мне история нашей замечательной Родины за последние сто лет представляется испытанием именно на неизвестность. А народ наши, люди по отдельности, они, они, в общем-то, постоянно жили в состоянии, когда они не очень понимали, что происходит, и не очень понимали, куда идем. Это сейчас кажется, что вот все понимали, что такое там первые потилетки, индустриализация и так далее. Ну, знаете, когда моя бабушка рассказывала о голоде в Поволжье, я не думаю, что эти люди, многие тогда еще и читать толком не умели, что они знали, куда и почему, и из-за чего так случается, что люди друг друга едят. Ну, и такое ведь бывало, понимаете? И поэтому для меня «неизвестность» – это такое вот знаковое слово. Это люди перед лицом неизвестности, не имея, не зная о планах партии и правительства. Но, тем не менее, они, вот по инстинкту творчества, по инстинкту созидания, они все-таки хотят двигаться вперед, на перекор всему. Поэтому «неизвестность». И это не только «но». Но в этом не только негативный смысл в этом условии. Потому что, да, может быть, ты идешь зимой по улице, и за углом будет сосулька, и она тебя ждет. У моего папы так было. Он просто почувствовал, вот на расстоянии миллиметра у него чуть шапку не сбило, и звук. Он оборачивается, вот такая вот глыба, гора, упавшая. Ну, прям повезло. Понимаете, да? Но, а может быть, ты свернешь за угол, и там идет какая-нибудь, допустим, девушка с отвратительными желтыми цветами. Это я Бугагва цитирую. И вот тебе любовь, вот тебе счастье. Знал ты об этом, не знал. Это была неизвестность. Неизвестность не всегда плоха. А, и слава Богу, и слава Богу, что мы не знаем, никогда нас осенит счастьем, никогда нас очернит горем и бедой. Потому что самое страшное, это, наверное, знать свой срок. Не дай Бог. Это, наверное, не единственный у вас роман исторический. Ну, я бы условно назвал его историческим, а вообще-то я что-то и не припомню, чтобы я углублялся в прозаических вещах. Сценарии у меня есть исторические, а больше я с историей не очень-то связывался. Я все больше про современность. Ну, роман получился неизвестностью удачным. Спасибо. Спасибо. Ну, вы сказали, есть у вас исторический фильм. Может, сразу тогда к фильму мы перейдем? Ну, пока не фильм. Пока только сценарий. А, сценарий еще только. Он ждет своего часа. Вот, он... У него рабочих названий два. Одно будет понятно всем, опричники. Второе, это синоним этого слова, называется кромешники. Просто не все помнят этого слова, а ведь опричников называли еще и кромешниками. И слово кромешный, там, кромешная темнота, которое появилось в выражении это, оно идет вот оттуда. Почему кромешники, потому что оно значило то же самое, что и... Вот, опричники, это от оприч. Вот это мое, это мое, а то, что оприч, это ваше. Кроме, это то же самое. Это кроме кромешники. Вот такая штука получилась. Ну, это эпоха Ивана Грозного. Это эпоха Ивана Грозного. Чем она вас так привлекла? Она меня привлекла... Двумя... Ну, много чем, но два основные, ну, можно сказать, пункта. Первое. Я считаю, что смута, которая была позже, началась именно тогда. Смута началась из-за того, что Иван Грозный, объединив земли, страшно разъединил людей. Брат пошел на брата, друг пошел на друга, он рассорил очень многих. Начался такой национальный раздрай. Ну, как мы помним, и поход на Новгород был. Когда своих-своих метелили. Так что про Казань-то мы помним, а про Новгород как-то не очень вспоминаем. Это было очень сложное время. И была еще задача творческая. Когда я смотрю исторические сериалы, я понимаю, что это все время про царей и про царит, что называется. Это все игры престолов у нас. Это все, то там Екатерина Великая, то Цезарь, то что-то. А мне всегда была интересна тема. Хорошо. Это все вот про власть. А что делали люди? Ведь, понимаете, огромное количество, не только там холопов, которые вообще ничего не понимали, но даже и дворян, они абсолютно не понимали, что происходит. Почему Иван Грозный бросил Москву? Почему он уехал в Александровскую Слободу? Почему оттуда он решил отречься от престола? Что происходит? Какая такая причина? Почему на этих налетели, отобрали поместье, а другим, наоборот, поместье дали? Я понял, что у большинства людей в ту пору было полное, ну, в общем-то, это вариация темы неизвестности. Было полное недоумение. Они смотрят туда вверх, и они не понимают, что происходит. И мне вот это состояние людей, которые не понимают, что происходит, но они вынуждены как-то жить. Они вынуждены как-то быть либо за тех, либо за других. Не всегда понимают, кто прав, кто виноват. У меня там история семьи, отец и три брата. И все эти три брата в результате оказываются по разные стороны, ну, слово баррикады. Тогда не было по разные стороны рвов, скажем так, из городей. Вот об этом я написал сериал, но пока из-за... А это сериал вообще? А? Сериал. Это сериал, это сериал, такой многофигурный. Там пока у нас восемь серий. Он уже принят, он уже есть, он уже готов. Но тут началась проклятая пандемия, отложили съемки. Когда он будет, я теперь не знаю. Мне бы очень хотелось посмотреть, как это получится. У вас множество телесериалов. Многие зрители, наверное, не знают даже, кто сценарист, но с удовольствием смотрят. Это тот же участок, пятый угол, остановка по требованию. Тут перечислять можно очень долго. У вас есть, кстати, любимый сериал ваш? Я рассказал, я не я. Это сериал? Ну, это считается мини-сериал. А, все. Четырехсерийный такой вот. Да. Но еще у вас есть сценарий к фильму. Вот ирония судьбы, продолжение. Да, это, наверное, такой нашумевший был. Тут у меня два варианта. Либо я сейчас начну ругаться, либо я промолчу. То есть не хотите о нем говорить? А-а. Все, понятно. А, кстати, вот, меня интересует просто, вы встречались с героями иронии судьбы Эльдара Рязанова? Я со всеми встречался. Это интереснее, чем говорить о самом фильме. Это мое мнение. С этим могут не согласиться или согласиться в том, что создатели. Но я не считаю этот фильм удачным. Прямо скажу. И все. Вот точка. Ну, зато я благодарен судьбе, потому что она свела меня с Андреем Васильевичем Мехковым, который недавно упокоился в Царстве Небесное. И это была замечательная встреча. Это были замечательные разговоры с ним, с супругой его. Мы как-то подружились. И говорили уже, собственно, не о будущем сценарии, хотя о нем тоже. Ну, а просто о некоторых вещах, о жизни, потому что человек умный, интеллигентный, начитанный, как-то выделяющийся из, если можно так сказать, из какой-то актерской массы. Ну, в общем, вот это было интересно. Обсуждать было интересно, говорить о жизни было интересно. Ну, а потом началась работа, тяжелая, трудная. И на самом деле, вы знаете, вот как бы не относиться к этому фильму, но вот «Ирония судьбы» и с легким паром, почему она так полюбилась? Она срифмовалась, этот фильм, с настроением времени. Да. Понимаете? Да, то есть вот о чем думали люди, о чем говорили, о чем они пели, вот это все отразилось. Там дышит душа тех людей. Он соответствовал тому времени. Типичные в каком-то смысле профессии. Учитель, врач. Вот эти песни. Вот. А тогда как раз был расцвет КСП, клуб смотрительной песни. Это соответствовало времени. «Ирония судьбы» продолжения им, своим духом, в том числе духом коммерческим, как ни странно, тоже соответствует духу времени. Но этот дух времени нам ведь не очень нравится. И это отношение к духу времени, к коммерческому духу, оно поневоле перенеслось и на фильм. Ведь там кто, в общем-то, фактически победитель, на мой взгляд? Ну, в общем, герой без рук, хотя он проиграл. Вот. Потому что... Ну, он там выглядит наиболее естественным. А в герое Хабинского, Хабинский замечательный актер, но я вдруг понял, что я в него не очень верю. Таких сейчас очень много. Таких, как герой Мягкова в ту пору, было много. А это уже анахронизм. Это уже... Ну, нет сейчас таких людей, которые с гитаркой. Сидят там, девушки, что-то. Ну, нет. Они... Может быть, они рэпчик прочитают. Или, скорее всего, включат. Или включат. Все время путаюсь. Поставят. Врубят. Вывернулся. Вот так вот. Так что я нежно люблю участок, который крутят каждое лето на разных каналах. Как дачный сезон начинается, так ставят участок. Потому что... Такой народный-народный. Мне кажется. Да. Это такая пастораль. Это такая легкая комедия. Это люди, которых я знал, потому что я 10 лет прожил в сельской местности фактически. А потом каждый год туда приезжал. Я знаю, что такое деревня, что там за люди. И Безруков тогда был такой молодой, конопатенький, такой наивный, хороший-хороший. И сама тема «Сосланный мент», потому что он же сосланный был туда. То есть против власти вроде того пошел. Верит в правду, верит в закон. А там же у них все свое. Ну и начинаются вот эти веселые истории. Так что я... Это один из немногих сериалов, которые я пересмотрел. Знаете, лет 15 прошло, не меньше. Я взял, думаю, а так я посмотрю, как это там все было. Начал с первой серии, залип, извините. И вот, потому что я забыл уже, как все было. И просмотрел до самого конца. Некоторые сериалы я не пересматриваю. Некоторые свои сериалы. Некоторые я вообще не видел. Спасибо, Алексей Иванович. Вам спасибо. Желаю вам успехов. Побольше идей, книг. Чтобы писалось и писалось вам. Я постараюсь. Спасибо. До свидания. Вам спасибо. Всего доброго.